Планка это базовое упражнение, которое помогает нашему телу. Это упражнение не только на выносливость, а люди, которые делали планку, знают цену каждой секунде. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как планка может изменить ваше тело до неузнаваемости всего за 5 минут в день и какие полезные фишки вы приобретете, делая планку каждый день. Будет очень интересно. Поехали! Если вы будете практиковать планку каждый день или хотя бы 2-3 раза в неделю, то мышцы вашей спины станут стройными, а соответственно спина ваша немножко прокачается и станет более выносливей. Планка благотворно влияет на верхнюю часть тела, как на нижнюю часть спины, так и на верхнюю. Ваша осанка приобретет правильную форму. Планка также задевает мышцы шеи. Ну и не забывайте про остальную часть тела. Одно это упражнение даст стимул всем вашим мышцам спины и шеи, которые будут сопутствовать поддержанию вашей осанки или исправлению той, которая у вас сейчас есть. Мышцы вашего кора станут прочнее. Эти мышцы обеспечивают поддержку внутренностей, а то есть наших органов. Они прокачивают также нашу осанку. Тем самым тело становится стройным и приобретает некий вид. Планка такое уникальное упражнение, что задействует много мышц. И пожалуй сразу все тело. Особенное влияние идет на мышцы кора. Все эти мышцы помогают вам в разных видах действий. Повороты, скручивания и даже прыжки. Один из приятных бонусов вы лучше сможете контролировать ваше равновесие. Это особенно приятно, когда вы любите, например, кататься на сноуборде или заниматься йогой. Ну и в быту это тоже поможет. Планка усиляет брюшную мышцу. Она в свою очередь помогает в балансировке нашего тела. И вы можете спокойно стоять на одной ноге. Этот бонус скорее приятен для людей, которые занимаются отдельными видами спорта. Баскетбол, катание на велике и все в таком духе. Такое упражнение как планка поможет растянуть ваши мышцы. Это полезно скажется на всех ваших органах, а также на вашей мобильности. Делая планку каждый день, вы сможете ускорить ваш обмен веществ. Дело в том, что при планке мобилизируется почти все тело. Поэтому она может дать фору любому упражнению. На пресс или отжимания. Поэтому трата калорий при таком виде деятельности будет намного выше, чем обычное упражнение. А для людей с лишним весом, планка может служить отличным упражнением для его потери. Ведь когда улучшится обмен веществ, то калории будут уходить быстрее. А значит жир будет таять на глазах. Приятные последствия от спорта. Это хорошее настроение. Поэтому если у вас сидячая работа, то планка именно для вас. Потому что после долгого дня в офисе, ваше настроение будет не ахти. И живя так изо дня в день, ваше состояние может ухудшаться. Вплоть до депрессии. Спорт, как и планка в отдельности, помогает улучшить ваше настроение и общий психологический фон. Поэтому смело можете выполнять планку каждый день. Это упражнение уникальное и поможет улучшить вашу нервную систему. Если вы все же добрались до планки, то у вас возникнет вопрос, сколько делать и как ее делать. Вообще новичкам принято хотя бы 3 повторения. Начинать нужно с малого, хотя бы по 15 секунд. И с каждым днем ваш прогресс будет все больше. А результаты вы заметите спустя 2-3 недели. В первую очередь нужно следить за техникой. Потому что иначе могут быть последствия. Поэтому не стоит делать это в ущерб технике. И да, не стоит стоять до потемнения в глазах. Это тоже вредно. Ученые сошлись во мнении, что количество подходов гораздо приятнее сказывается на вашем теле, чем одна долгая планка. К тому же доктора говорят, что бесполезно для здоровья стоять в планке до посинения. И наоборот, это очень вредит вашему здоровью. Есть несколько вариантов, как можно выполнять это простое упражнение. Первый это классический вариант. Поставить руки под 45 градусов на пол. Ваше тело должно выглядеть одной прямой линией. Мышцы должны быть напряжены, а живот подтянут. Важный момент состоит в том, чтобы ваша шея и голова были расслаблены. Руки должны быть параллельны друг к другу. И стоять строго перпендикулярно вашему телу. Это позволит уберечь ваши суставы. Спину ни в коем случае нельзя прогибать. Как и в любого упражнения, планка имеет свои плюсы и минусы. Плюсам можно отнести ее простоту. Именно то, что ее можно делать где угодно. И когда угодно. Вот ходите вы где-то по лесу, встали и сделали планочку. Не вам в спортзалове не нужно искать площадку для занятия спортом. Помимо технической части, планка дает еще здоровье всему телу и большинству мышц в вашем теле. Но в этого упражнения есть свои минусы. Всегда нужно соблюдать технику. Иначе это грозит проблемами с вашим позвоночником. Бывает такое, что создается большое напряжение. И тогда возникают некоторые проблемы. И да, если у вас проблемы с давлением, то стоит проконсультироваться с врачом. Потому что планка иногда повышает давление. Поэтому будьте бдительны и следите за вашей техникой. Планка поможет в избавлении вас от лишнего веса. Но есть еще ряд упражнений, которые эффективно борются с этим. Подробнее о них вы узнаете вот в этом ролике. Подписывайтесь и до скорого, друзья.